В эфире информационного канала Севастополя новости в студии Дмитрий Дудко. Губернатор Севастополя повторно внесет в законодательное собрание поправки в бюджет. Заявление прозвучало в четверг на внеочередном заседании местного парламента, созданном по требованию Сергея Миняева. Речь должна была идти о внесении изменений в бюджет Севастополя, которые необходимы не столько чиновникам, сколько горожанам, ведь касались они социальной сферы, здравоохранения, культуры, образования, городского хозяйства. В феврале правительство подготовило проект изменений в бюджет этого года. В нем предусматривается распределение 386 миллионов рублей. Планировалось, что самые большие суммы будут добавлены на медицину 87 миллионов, на образование 85, на социальную защиту 52 миллиона рублей. Сессия была закрыта без рассмотрения повестки. Депутатский корпус, ссылаясь на формальные признаки, такие как отсутствие заключения контрольно-счетной палаты, по сути надавил на губернатора по отзыву законопроекта. Одним из пунктов правительство предусматривало урезание довольствия контрольно-счетной палаты. Именно этот орган за 9 дней так и не выдал резолюцию, без которой депутаты и не хотели рассматривать изменения в бюджет. С резкой критикой документа, обвинениями правительства и цитата в спекуляции социалкой выступили депутаты из так называемой команды Чалова. Ключевым словом я сегодня считаю и уже произносил два раза лукавство, по той причине, что действительно было давно, уже 24 февраля, представлен законопроект, и действительно не такая большая нагрузка на контрольно-счетную палату, в действительности за такую заработную плату, в принципе, можно было бы рассмотреть. Были примеры в прошлом году, когда была необходимость внесения изменений в бюджет, и действительно, когда в прошлом составом счетная палата ответственно к этому вопросу относилась, заключение делали буквально за один день и готовили, работали до ночи, и в принципе ничего не мешало контрольно-счетной, даже отрицательное заключение подготовить. Продолжаем тему. Правительство Севастополя учло требования законодательного собрания и не будет урезать финансирование контрольно-счетной палаты, аппарата местного парламента и мировых судей. Ограничения в 2016 году коснутся только лишь одного органа, это исполнительная власть в лице правительства Севастополя. Об этом рассказал журналистом директор департамента финансов Владимир Штоп, подводя итоги внеочередного заседания правительства, которое было экстренно созвано после утреннего решения депутатов. Вечером финансисты правительства доложили главе города. Все документы с уточнениями повторно внесены в законодательное собрание и контрольно-счетную палату. Уточнение не сильно отличается от первоначальной редакции. Блок в 368 миллионов на социальную сферу сохраняется, добавляется 61 миллион на довольствие законодательному собранию и контрольно-счетной палате. «Полагалось, что будет пропорциональность распределена между остальными тоже органами. То есть правительство было 201, по-моему, или 205 миллионов, с КСП 36, 36 законодательного собрания, с КСП около 18 миллионов и 8 миллионов с мировых судей. Но теперь принято решение, все это будет снято только с правительства, все остальные органы власти останутся, как-то все, при своих интересах. Это ремонты и все остальное, потому что органы власти находятся в более чем 40 помещениях, разбросанных по городу. Действительно, материально-техническое состояние помещения очень слабое. И хотелось просто сделать элементарный ремонт. Ни о какой роскоши речи и не было. Это тоже было у всех органов власти, так же, как и у правительства. Это не зарплаты. Это не касается зарплаты. Это только содержание». Губернатор Севастополя Сергей Минейлов внес требования на проведение внеочередного заседания законодательного собрания. Официальная дата – 16 марта. По его словам, в четверг утром на заседании наблюдалось двойственное трактование местных законов со стороны депутатского корпуса, чем вводили горожан в заблуждение. «Положения, которые в проекте закона изложены, это социально значимые для Севастополя. Поэтому все необходимые материалы представьте, пожалуйста, в законодательное собрание. Отзыва этого закона или проекта закона на сессии по требованию больше не будет. Возможности рассмотреть этот закон у депутатов законодательного собрания время есть, у контрольно-счетной палаты тоже». К другим темам. Постановлением правительства Севастополя утвержден размер единоразовой выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Ко дню победы 12 тысяч человек получат денежную помощь. Сумма в бюджете заложена в 38 миллионов рублей. А более 6 миллионов рублей Федеральное агентство водных ресурсов направляет Севастополь на укрепление водоохранных зон, в частности на расчистку реки Кача. Кроме того, правительство Севастополя утвердило трехлетнюю госпрограмму по строению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Она направлена в частности на автоматизацию процессов управления экстренными и коммунальными службами. Предполагает внедрение единой интеграционной платформы в рамках «Безопасный город», пояснил начальник управления информатизацией и связи Вадим Двориненко. Стоимость программы на все три года – 565 миллионов рублей. В 2016 году в этом планируется создание опытного участка в составе внедрения средств мониторинга, камер, видеонаблюдение, в местах массового пребывания людей, акустические датчики, датчики телеметрии, терминалы и экстренной связи. В Балаклавском районе обезвредят авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Немецкий снаряд весом 50 килограммов нашли на дороге между воинской частью и сахарной головкой. Транспортировке авиабомба не подлежит. Операцию по обезвреживанию проведут на месте обнаружения. Назначена она на утро 11 марта. Работа осложняет то, что в возможном радиусе разлета осколков располагаются две линии электропередач и автомобильная трасса. 6.30 перекроют движение транспорта по дороге от поселка Сахарная Головка в районе горы Кара-гора. Опасная зона будет отцеплена постами полиции. Саперы Черноморского флота и МЧС используют 25 тонн песка. Об этом на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС сообщил заместитель начальника главного управления МЧС по Севастополю Анатолий Попов. Что же касается обстановки в городе, по состоянию на утро четверга лимиты электроэнергии, подаваемой Севастополю – 180 мегаватт. С запуском дизель-генераторов в часы пик удалось не отключать жилой фонд. При температуре воздуха плюс 14, плюс 16, городу необходимо 190 мегаватт. Так что дефицит электроэнергии сохраняется. Накануне одна строительная фирма повредила электрический кабель, и ряд садовых товариществ остались без света. Губернатор Севастополя поручил привлечь застройщиков к ответственности и компенсировать все убытки. Вторая ситуация – это порыв кабельных линий, что вызвало обращение порядка 140 граждан садовых товариществ. Это предприятие, которое проводило работы на строительной площадке парангона. Это форум Крым. Руководитель предприятия сейчас находится у нас, пишет объяснительные, подписывает договора, документы на оплату устранения аварии. С 11 марта стоимость проезда в городском электротранспорте подорожает и составит 10 рублей, рассказал в интервью нашему телеканалу начальник профильного управления Игорь Козин. Причина – тарифы Севастополя приравнивают к ценам Южного федерального округа, а стоимость проезда в автобусах, которые в период ЧС дублируют троллейбусы, теперь составит 12 рублей. Сейчас, в данный момент, тарифы города Севастополь приводятся к тарифам Южного федерального округа. В данном моменте, в связи с тем, что у нас лимит электроэнергии города Севастополя позволяет на данный момент при согласовании СЕПЭнерговы запустить троллейбусы, у нас троллейбусы в количестве от 40 до 50 троллейбусов ходят по социально важным маршрутам. И в связи с этим, те автобусы, которые дублировали в данный момент на момент ЧС троллейбусы, которые не ходили, они по распоряжению губернатора города Севастополя с 1 числа будут ходить по стоимости 12 рублей. Аграриев посчитают. С 1 июля стартует Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Продлится она до 16 августа. Основная цель учета – формирование статистической информации о состоянии сельхозобъектов, наличии и использовании их ресурсного потенциала. Однако в Севастополе на данный момент проведение переписи под угрозой срыва. Причина – отсутствие закона, определяющего полномочия муниципальных администраций. Главы районов попросту не имеют прав на оглашение размеров и состояния частных фермерских и подсобных хозяйств граждан. Они не могут предоставить переписчикам полные списки сельхозобъектов. Об этом на совещании с представителями городских властей рассказали руководители Севастопольского отделения Росстата. Также отметили, работу существенно затрудняет отсутствие адресных табличек и указателей в загородной зоне. Необходима работа с похозяйственными книгами, которые должны заполняться в муниципальных округах, в сельской местности и в городской. Вот тут у нас проблема. Данных по похозяйственным книгам, данные у нас отсутствуют. Мы сделали запросы в муниципальные округа. Ну, собственно говоря, получили мы отказы в письменной форме. Написано было, что нет полномочий. Если есть какой-то нюанс, который нужен, действительно нужно его ставить, этот вопрос, перед правительством. И тогда правительство, если для этого будет необходим какой-то прием законодательного акта, я сейчас не готов вам сходу сказать, значит, тогда в порядке законодательной инициативы будет выходить. Если достаточно для этого решения правительство, значит, обяжут некие исполнительные органы государственной власти. С 1 июля 2016 года жители Севастополя будут отчислять средства на формирование фунда капитального ремонта. Об этом на встрече с председателями домов Гагаринского района рассказала заместитель директора организации Ирина Гагарина. До 1 апреля севастопольцам на общем собрании жильцов необходимо определиться с наиболее удобным способом формирования данного фонда. Будет это специальный счет или региональный оператор, решать только собственникам. Владельцам спецсчета может быть либо товарищество собственников недвижимости, либо региональный оператор, либо управляющая компания. В этом случае спецсчет, собственники самостоятельно отвечают за проведение капитального ремонта. Общий счет у регионального оператора дает возможность собственникам, попавшим в первый период, не делать заемы в кредитных организациях, не делать дополнительные сборы средств на капитальный ремонт, а воспользоваться средствами, так скажем, котла. Средствами котла, в которые все жители Севастополя, или те, которые выбрали данный способ, будут свои взносы перечислять. С 1 марта в регионе начал работу мобильный флюорограф. На сайте правительства Севастополя опубликован график прибытия автомобиля в отдаленные уголки города. 10 числа передвижная лаборатория побывала в селе Терновка. Подробности в материале Сергея Краснослободцева. Специалисты отмечают быстроту и удобство нового оборудования. Цифровой флюорограф позволяет в считанные минуты выдать заключение. Благодаря современным технологиям рентгеновское изображение сразу появляется на экране монитора. Человек пришел, сделал флю. Мы смотрим на экране, сразу показывается это цифровое флю, поэтому мы видим результат непосредственно на экране, даем им уже заключение на руки. То есть временной интервал очень короткий. Терновка – отдаленный район Севастополя. Чтобы сделать простую флюорограмму, местным жителям необходимо провести в общественном транспорте несколько часов, добираясь до города. Теперь ехать никуда не надо. Люди благодарны за возможность пройти обследование в родном селе. Очень хорошо, мы очень довольны. Молодцы все-таки, что не забывают нас. Очень удобно у нас, почти каждый год приезжают. Нормально, очень хорошо, все довольны. Не надо никуда не ехать, ничего. Что еще надо? Спасибо властям. После Терновки мобильный флюорограф будет работать в севастопольских школах. До конца года врачи планируют побывать в каждом селе. Сергей Краснослободцев, Данил Паршин, информационный канал Севастополя. Севастополь готовится принять четвертый международный бизнес-форум. В этом году планируется провести три специализированных конференции. По судоремонту и судостроению, по проблемам транспорта и логистики, по морскому, приморскому и речному туризму. Также участники обсудят ряд вопросов общей направленности. К примеру, проблемы геоэкономики СНГ, снижение налоговой нагрузки на предприятия, уменьшение времени оформления таможенных товаров. Задача форума – помощь в развитии бизнеса Крыма и Севастополя, укрепление региональных и международных связей, привлечение инвестиций. В качестве экспертов выступят представители правительства Российской Федерации, Крыма и Севастополя, рассказал на брифинге руководитель проекта Алексей Малько. Бизнес-форум и специализированная выставка пройдут с 9 по 13 июня в Институте банковского дела. Участником может стать любое физическое и юридическое лицо, заинтересованное в развитии своего дела. Деловая программа предусматривает проведение конференций и выставки. В рамках выставки будут показаны достижения предприятий не только нашего города Севастополя, но и Крыма и всей России. По результатам форума планируется составление документов для внесения предложений по совершенствованию государственных программ и других нормативных актов, законов и подзаконных актов Российской Федерации. Это были новости на информационном канале Севастополя. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok